Дорогие друзья, привет! С вами на связи Раиль и я решил отснять один видосик для своей рубрики парафраз от Раиля и ответить на ваши многочисленные вопросы. Конечно же, вы эти вопросы задаете и в личку ВКонтакте мне, и в комментариях под видео. Так вот, все эти я вопросики объединил и решил ответить на некоторые из них. Итак, смотрите, ребята, первый вопрос это какой аппаратурой я пользуюсь, какие у меня оборудования есть для съемок, конечно же. Все у меня по минимуму, ребята, ничего особенного нет. Сзади меня вы видите хромакей, да. С хромакеем я еще ничего не снимал, вот сегодня только начал первый разбор снимать с этой штуковиной. Разбор песни Nine Crimes, именно в нем вы сможете увидеть новый фон. Вот чуть-чуть решил оборудовать свою студию немножко. Ну как сказать студию, это вот рабочая квартира, если хотите посмотреть. Все, конечно, полнейший беспорядок. Вот, ребята, полнейший беспорядок. Ну вот, камера у меня имеется, Canon 550D, да, 550D, ничего особенного. На него я и звук пишу, и картинку делаю, в общем. Вот он мой ноутбук, который пережил огромное количество монтирования видео и всяких других штучек. Вот, как сказал, приобрел хромакей и купил, кстати говоря, вот эти прожекторы светодиодные, чтобы все-таки осветить рабочую студию. Потому что очень темно, и когда хромакей без света снимается, там, ну, в общем, все плохо и печально. Вот, две гитарки мои, этот Ибанес, об этом я еще вам расскажу совсем скоро. Подушечка, чтобы жопке было не больно, так скажем. Вот, приобрел я эти прожекторы, говорю же, для того, чтобы картинка стала лучше. Так, ничего не видно, да? Ну вот, в общем, их коробочка. Это два прожектора LED-флютера немецкого качества. Хорошие, сразу хочу сказать. И все это мне обошлось 2300 рублей примерно. Вот такая вот рабочая студия. Ничего особенного нет. Здесь я снимаю уроки для вас, дорогие друзья. Вот, как говорится, и все. На чем я монтирую свои ролики. В программе Sony Vegas Pro, как говорил, изначально уже там начал и продолжаю. Начал вроде бы в девятой версии, потом в десятой, одиннадцатой, и вот сейчас в двенадцатой работаю. Конечно же, там уже наверняка появились новые. Я не знаю. Стоит посмотреть. Вот. Звук, как сказал, пишу прямо на камеру. Ничего не придумываю. Камера хорошая. И звук тоже дает хороший. Потому что записывает стерео. Ребята, конечно, наш год подходит к концу. Но ваши заявки я обязательно учту. Все ваши пожелания по разборам песен я записываю. На отдельный листочек у меня есть ежедневник. Где я веду счет разборов, порядок разборов. Все это я выставляю. Все будет, ребята. Все будет. Вы только следите главное. Говоря о разборах, ребята, вот доснял последний кусочек, партию губной гармошки в моей новогодней песне. Вот этот разбор я уже выложу совсем скоро. Думаю, сегодня-завтра выложу обязательно. Потом, не знаю, успею-не успею, намечается разбор на песню Nine Crimes. Очень классная песня. Думаю, вы его совсем скоро увидите. В хижине музыканта этот ролик появится. Так, что еще буду разбирать? Сразу же предупрежу. Разбираю песню Крида, Будильник. Потом песню Макса Кожа, Где я? И, так, Артура Пирожкова, Песню Любовь. Также разбор сделан на I Feel Good. I Feel Good. Очень классная песня. И пока что все. Секреты вам дальше не буду открывать. Следите за новостями, потому что в январе будут выходить очень интересные ролики. И еще одна новость, ребята. Не новость даже, а больше просьба к вам, чтобы вы свои вопросы писали вот здесь, под этой рубрикой. Прямо сейчас, под этим видео, напишите свой вопрос касательно меня, моих действий, моего творчества. Задавайте все, что хотите, и я в следующем парафразе отвечу на все ваши вопросы от и до. Давайте скорее внизу, под этим видео, в комментариях пишите свои вопросы. Думаю, на этом давайте закруглим, потому что мне нужно скорее уходить в школу. В школу. В школе я должен один урок преподать. Поэтому давайте, до скорых встреч. Ответил не на многие ваши вопросы, ребята, извиняюсь, но на самые такие часто задаваемые. На что снимаю, главное, ответил. И какие разборы примечаются. Намечаются. Давайте, до скорых встреч. С вами был Раиль. Не забываем подписываться на мой блог, чтобы не упустить интересные ролики. Спасибо вам за внимание. И до скорых встреч. Пока. Пока.